Которое, собственно говоря, посвящено ситуации в последние месяцы, летний-осенний период, 21-го года, есть ли изменения в подходах. Значит, я хочу начать с того, что... Сейчас я пойму, как она переключается. Стрелочки не переключаются, значит, тут стрелочки переключаются. Значит, конфликта интереса в данном выступлении нет, оно никем не спонсировано, ни производителями лекарственных средств, ни производителями изделий медицинского назначения, и выполняется в рамках нашей деятельности Московского городского научного общества. Значит, сегодня очень много будет идти речи о медицинском бюро Павла Воробьева, оно создано при МГНОТе. Это виртуальная структура, которая оказывает услуги по советам пациентам с той или иной патологией. Сегодня через нее прошло около 3,5 тысяч больных. Всего консультирует 14 врачей по разным специальностям. Ну, и мы сейчас страдаем от того, что не знаем, как привлекать больных по иным, кроме ковидным программам. Да, то есть мы сейчас как раз заняты разработкой технологии привлечения пациентов для того, чтобы наша работа была стабильной и не зависела только от ковида и постковидного синдрома. Значит, ну, портрет нашего пациента мы посмотрели. Вот примерно средний возраст – это 47 лет, две трети мужчин, треть женщин. Вот. Ой, в смысле, две трети женщин, треть мужчин. И очень важно, на что я хочу обратить ваше внимание, время от появления первых симптомов ковида до получения антикоагулянта – 6,33 дня. От первых симптомов, не от постановки диагноза, а от того, как у больных появились первые признаки. Значит, больные у нас все описывают свою ситуацию, они четко указывают, такого числа у меня там появилось то-то. И с этого дня мы считаем, что этот человек заболел ковидом. Хочу сразу сказать, что мы не подвергаем больных ПЦР и антидельной диагностики, мы не подвергаем их избыточному облучению на КТ. Они это могут делать, и многие это делают, но мы таких рекомендаций не даем, потому что наша задача иная. Наша задача, как можно раньше, начать терапию. Напомню, много раз уже рассказывал, что наша система выявления ковида и постковидного синдрома имеет диагностическую ценность более 87%. То есть с точностью свыше 85% мы точно можем сказать, что у данного больного есть ковид. Или постковидный синдром. Это гораздо точнее, чем любой ПЦР и любая антительная активность. К сожалению, очень многие больные пишут, что вот вы нас не от того лечили, у нас ПЦР от рецептеля. Это ни о чем не говорит ПЦР. Кроме России, поскольку мы сидим в интернете, у нас довольно много больных из различных городов и висей. Ну, здесь вот потемнее, это те, кого побольше, нет, те, кого побольше, посветлее, те, кого поменьше, потемнее. Беларусь 4, Германия 4, Кипр 3, Франция 3, Чехия 5. Украина, Казахстан, их много таких больных. Латвия, кстати говоря, много, причем это не сейчас, когда там вспышка пошла, и все время было постоянно довольно много больных из Латвии. Нарушаем ли мы какие-то законодательства этих стран? А Бог их знает. Наверняка нарушаем, потому что проблемы, например, с закупками лекарств у нас возникают за рубежом постоянно. Кто-то в Соединенных Штатах легко покупает препараты, кто-то пишет, сделать этого не может в принципе. Кто-то легко покупает в Беларуси, кто-то пишет, невозможно. Но в Беларуси там проще договориться с врачом лечащим, он выписывает, и на самом деле это решаемо. Ну, то есть, где-то решается, где-то нет, поэтому проблемы есть определенные. Какие изменения в структуре наших больных за последние месяцы? Ну, я условно летний-осенний период, потому что мы не отмечаем, там, с 1 мая, там, или с 30 июня. Ну, как-то это здесь не так принципиально, но, в общем, на треть, даже в половину возросло число больных. Больных стало много. Здесь может быть, конечно, и некая слава, расползающаяся по интернету, добавляет, потому что мы не можем сказать, что это как-то коррелирует точно с волнами заболевания. Но, тем не менее, это мы видим. Резко возросло число тяжелых больных. Значит, еще летом я говорил, что тяжелых больше не стало, но сейчас точно стало. Значит, пересчитывали большой массив данных, примерно 26% тяжелых. Раньше они ставляли 1-2%, чуть позже мы об этом поговорим. Значит, относительно меньше стало больных с постковидным синдромом. Ну, видимо, их примерно одно и то же количество приходит, но поскольку увеличилось количество острого ковида, то в процентном отношении постковида стало меньше. С лета мы начали регистрировать больных с поствакцинальным ковидоподобным синдромом. Их немного, это примерно 1%, не больше. Они пока не тяжелые. Но, тем не менее, они есть и постоянно идут. И еще особенностью нашей является то, что к нам обращаются родственники, к нам направляют доктора из различных регионов. Родственники могут обращаться как по поводу проживающих где-то отдельно людей, так и, например, довольно часто по поводу госпитализированных пациентов. И здесь, конечно, очень сложно, потому что договориться с врачами в госпиталях у нас не получается ни с кем и никак. Поэтому это пока такая проблема нерешенная у нас абсолютно. Так вот выглядит первая страница нашей программы, в которой мы работаем. Значит, вы видите, что количество консилиумов у меня, да, вот здесь вот наверху видно, да, непрочитенных консилиумов 159. Это вчерашний день. Это значит, что мне нужно провести анализ 159 случаев. Другое дело, что эти больные одни и те же, они повторяются, поэтому, как бы я многих уже знаю и помню. Но, тем не менее, вот такой объем информации довольно большой. И здесь, вы видите, вот у нас выделяются специальными метками тяжелые пациенты. Здесь не листается, поэтому чисто визуально. Значит, вот эти больные, они все обозначены, и на них сразу, естественно, обращается дополнительное внимание. Значит, возвращаемся к вопросу о тяжелом, нетяжелом течении болезни. Значит, мы в свое время, еще в 2020 году, когда формировали первые рекомендации по ковиду, тогда не было четкого понимания, как выглядят эти пациенты. Мы тогда сформулировали так, что средне-тяжелая, это выше 38 градусов температура, в совокупности со слабостью головной болью, выраженное чувство нехватки воздуха с частотой дыхания более 22 и снижением сатурации ниже 95-93, наличие повреждения на КТ легочной ткани 25-30% и более, наличие диареи, высокие показатели остеофазовых белков, ЦРБ, ферритин, фибриноген, дедимер, повышение уровня РФМК и снижение показателей фибринолиза, а также быстрая прогрессия заболевания. При этом следующая стадия у нас была такая обобщенная, она была тяжелой, крайне тяжелой течением заболевания вместе. Частота дыхания более 30, напряжение кислорода менее 93, при этом, правда, было написано честно, что нет прямой корреляции между одышкой и напряжением показателей кислорода, а уж тем более, мы сейчас знаем, нет никакой корреляции с картиной на компьютерной томографии. Изменение на КТ до 50 и более объема легочной ткани совершенно формальный признак, мы очень к нему плохо относимся. Нарушение сознания, ажиотация, ажиотация, нестабильная гемодинамика. Вот все было написано через запятую, сейчас мы можем сказать точно, что нестабильная гемодинамика, снижение давления, чаще никак не отражает степень тяжести, это совершенно из другой серии, это из серии нарушений регуляции. Ну, приходящая парциальная почечная недостаточность, повышение креатинной мочевины, тут понятно, ДВС-синдром с полиорганной недостаточностью, поэтому все случаи полиорганной недостаточности относятся уже к крайне тяжелому течению. Но вот я обращаю ваше внимание, что когда мы писали рекомендации, мы не разделили тяжелые и крайне тяжелые течения. Сейчас я бы это уже сделал бы, и я думаю, что мы будем делать третью итерацию рекомендаций, и мы это дело все распишем. Потому что на практике у нас совершенно другой подход. Значит, мы к средне тяжелым тяжелым относим лихорадку свыше 38,5 на протяжении более трех суток на фоне приема нормальной дозы орального антикоагулянта. То есть не вообще лихорадка, а именно на фоне приема антикоагулянта. Потому что у большинства лихорадка снижается на антикоагулянтах. Снижение сатурации менее 90%. Я обращаю ваше внимание, до 90% мы вообще даже, извините за неприличное выражение, не паримся и больных успокаиваем. Потому что все вот смотрят на эти цифры, ах, у меня меньше 93%. Да 93% вообще нормальная бывает сатурация у многих. Люди с ней живут годами. Крайне выраженная слабость. Уровень 9-10 баллов по нашей шкале, когда нет возможности вставать с кровати или даже сидеть. Такой вот уровень слабости, это, конечно, показатель тяжести состояния. Иногда выраженная головная боль, но в меньшей степени. И еще раз я подчеркиваю, ни уровень давления, ни наличие диареи, ни озлобой потливости, ни наличие кашля никак не определяет тяжесть состояния. Это принципиальный вопрос. То есть мы тяжелыми считаем совершенно других больных. Потому что вот те симптомы, которые красненьким выделены, это симптомы повреждения нервной системы и, соответственно, они тяжесть состояния не определяют. Ну, вы все знаете про то, что мы лечим антикоагулянтами. Нам периодически кто-нибудь пришлет какую-нибудь приятную весточку о том, что вот, наконец, вышло письмо, вышла статья, которая полностью дозавуирует вашу тактику лечения. Очередная фальшивка была 11 октября в джаме. Смотрите, название прямо по-нашему, так сказать, бьет по-нашему. Эффекты по антикоагулянтам на клинические исходы у пациентов с ковидом. Рандомизированный клинический трайл. И вывод сразу. Вывод, чтобы было понятно. Среди симптоматических клинически стабильных амбулаторных пациентов с ковидом лечение аспирином апексабаном по сравнению с плацебо не снизило частоту клинического исхода. Исследование было прекращено после зачисления 9% участников из-за того, что показатель событий был ниже, чем ожидалось. Ну, читаешь, просто хочется заплакать, закрыть лавочку, повесить замок, сказать, ребят, все, мы ошиблись, лечить надо совсем по-другому. Ну, я все-таки привык читать статьи, особенно если они прямо противоречат тому, что мы видим. Стал лазить внутрь, посмотрел, что же они хотели. Первое, что у них точками, конечными оценки эффективности является уровень тромбоэмболических событий сердечно-легочной госпитализации, которые находятся в диапазоне 4 до 8%. Но, откровенно говоря, даже диапазон, по-моему, высоковат. Но, извините, тромбоэмболические события сердечно-легочной госпитализации это не только ковид, это вообще не очень к ковиду напрямую относится. Значит, дальше они пишут, что в этом диапазоне событий размер выпорки должен быть 7 тысяч человек по 1750 участников в каждой из четырех групп. И дальше, ну, уже было сказано, что они 9% набрали. И дальше они заявляют, что будет обеспечено снижение риска по заявленным исходам на 33 до 50% между каждой активной схемой и плацебо. Ну, такие планы шашкой на голову, я бы сказал. Снизить на 50% тромбоэмболические события, ну, мне кажется, прекрасная задача. Значит, что они имели в виду по тромботическим событиям? Смотрите, довольно любопытно. Симптоматический глубокий венозный тромбоз, легочные эмболии, артериальные тромбоэмболии, инфаркты миокарда, шимический инсульт, все госпитализации при сердечно-сосудистых событиях или легочных событиях и смертность от всех причин. Ну, заодно все кровотечение, ДВС-синдром. Ну, немножко кашеобразные инфаркты, инсульт, это разные вещи, боли легочные тоже не туда. Ну, в общем, какая-то странная. Ну, хорошо, в принципе, теоретически такое возможно. Срок оценки 45 дней после начала лечения. То есть, ну, 45 дней – это уже больной здоров и выздоровел от ковида, либо умер. Ну, тут как бы двух мнений не бывает. При этом обращаю ваше внимание, после начала лечения, то есть, не вообще от начала заболевания, то есть, добавьте еще некий срок, когда человек болел до включения его в программу. Значит, и дальше совершенно фантастическая запись. 18 июня 2021 года принято решение прекратить испытания досрочно из-за более низких, чем ожидалось, показателей событий. Ну, как-то вот, честно говоря, из-за более низких, чем ожидалось, я первый раз встречаю такую формулировку. То есть, если бы они сказали, что у них нет эффективности, я бы еще мог понять. Но эффективность есть, но она ниже, чем ожидалось, ну, не знаю. И в результате включено 558 участников. Это 4 группы, я напомню. То есть, это по 100 с не очень большим количеством в каждой группе человек. Вот. Значит, смотрим эффективность, оценку эффективности. Снижение риска тромботических событий по сравнению с плацебой. Для аспирина – ноль. Ну, это, кстати говоря, вот у меня совершенно не вызывает никаких сомнений. Для апексабана – ноль семь. Почему-то в процентах я не очень, я плохо в этой статистике понимаю, но неважно. И для апексабана – два с половиной миллиграмма два раза в сутки. Ту дозу, которую мы никому не рекомендуем. Всем говорю, что ее не надо принимать. И апексабан – пять миллиграмм два раза в сутки. Это один на четыре эффективность. То есть, в два раза выше, чем апексабан – два с половиной миллиграмма. Дальше. Снижение риска любого острого медицинского события. Ну, фактически, это обращение за медицинской помощью, ну, видимо, в стационар. Не знаю, что они там имели в виду. Ну, значит, аспирин – один процент, апексабан – два с половиной миллиграмма, ноль восемь процента, апексабан – пять миллиграмм, четыре процента. То есть, ну, более чем в пять раз выше, чем эффективность двух с половиной миллиграмм. То есть, у них явно есть совершенно четкие клинические результаты, клинические эффекты от применения апексабана в дозе пять миллиграмм. Еще раз напомню, они занимаются совершенно другим. Они профилактируют фактически тромботические осложнения, которые развиваются после заболевания, а не во время этой инфекции. Вот. Любое кровотечение. Ну, здесь события. Аспирин в два раза больше. Два с половиной миллиграмма – девять против трех. То есть, в три раза больше апексабан – пять миллиграмм, тринадцать против трех. Ну, честно говоря, я не знаю, откуда они столько. Как набрали? Ну, неважно. Ладно. Короче, да, антикоагулянты, антиагреганты вызывают некое увеличение количества кровотечений. Правда, я тут должен заметить, что люди, конечно, которые получают эти препараты, они начинают за собой следить гораздо более тщательно. Если человек пошел с утра в ванную, высморкался, у него немножко там крови в отделяемом, то он на это может не обратить внимания. Если он принимает апексабан, он тут же пишет, «Ой-ой-ой, у меня вот кровь, кровь в отделяемом, что делать?» Ну, ничего не делать. Ну, это может быть отмечено. Значит, таким образом получается по этой работе, что апексабан в дозе пять миллиграмм снижает риск любого обращения за медицинской помощью на четыре процента, и в два раза больше, чем в дозе два с половиной миллиграмма два раза в сутки. Ну, как минимум, вывод о том, что эти препараты не работают, он совершенно необоснован. Эти препараты работают. Другое дело, что они там считали, у них другие там были критерии, по которым они считали, бог с ним. Вот, но на что нужно обратить внимание, что не написано, хотя, в общем, прочитать-то это легко. Значит, от момента постановки диагноза до назначения апексабана 10 суток. Но постановка диагноза у них включала ПЦР-тестирование или определение антител. А это значит, что человек должен был заболеть, обратиться, ему должны были сделать исследования, и потом эти исследования включались в группу отбора. То есть, на самом деле, 10 суток – это не от постановки диагноза, от первых признаков до назначения апексабана проходил, ну или там аспирина проходила 2 недели. А 2 недели – это, в общем, по нашим данным, это примерно излечение от болезни, если она течет нормально. То есть, это назначение антикоагулянтов после того, как больные уже отболели. Это принципиально. В нашей работе мы специально смотрели, еще раз повторю, больные сами пишут, какого числа у них появились первые симптомы – температура, головная боль, слабость и так далее. И от этих цифр мы исходили. И до назначения антикоагулянтов у нас 6,3 дня. Это, на мой взгляд, существенные, очень существенные различия, потому что это конец, в среднем конец первой недели. А вы все знаете, много раз уже обсуждалось, что первая неделя она протекает более-менее спокойно, а все, так сказать, неприятности начинаются как раз со второй недели. Вот мы, по нашим данным, успеваем к этим неприятностям с нашей терапией. Насчет кровотечения. Для меня абсолютно непонятны эти цифры, потому что мы видели, ну, обильность менструации мы видели, да. Но мы, правда, сразу всех предупреждаем, менструирующих женщин, что если будет обильное выделение, просто прекращайте на 2 дня прием антикоагулянта. Ничего там страшного нет. Такие бывают случаи, их немного. Ну, бывает. Дальше. Носовое кровотечение. Ну, у кого-то было. Ну, это не то, что человек заливался там. Ну, просто вот у кого-то бывают носовые кровотечения, человек, значит, за ними следил и отметил. Еще раз повторяю, если прожилки крови в отделяемом, и в каловых массах, кстати говоря, тоже, то мы на это не обращаем внимания. Мы их отмечаем и замечаем. Больные об этом пишут. Мы пишем, что ничего страшного в этом нет. У кого-то было геморридальное кровотечение, было кручение стента в почке при пилонефрите, при ХПН. Во всех этих случаях мы просто переходили на салудексит. Ну, их вот несколько человек за все это время. Поэтому там цифры, которые показывают в джаме, какие-то совершенно фантастические. Вот. Поэтому я хочу сказать, что пока будут такие исследования, мы будем продолжать активно терапию антикогулянтами. Я здесь не привел еще одно исследование. По-моему, я его уже обсуждал. Это применение рероксабана 10 миллиграмм один раз в день. И тоже показано, что он неэффективен. Так мы об этом пишем уже полтора года. 10 миллиграмм один раз в день неэффективен. Не надо так применять. Вот. То есть, это, в общем-то, совершенно однозначно. Значит, ну, существуют публикации, где давно уже эти антикогулянты назначаются. Что нужно посмотреть при назначении ПЛАК? Значит, первое, что это отсутствует контроль антикогулянтного эффекта. Вот. Проще соблюдать режим терапии. Нужно смотреть функцию почек. Ну, мы этого не делаем, естественно. За ненадобностью. В общем-то, лучше назначать параллельный антикогулянт предназначен для приема два раза в сутки. Но, честно говоря, мне очень странно это читать, потому что мы все антикогулянты назначаем два раза в сутки. Хотя, по инструкции, вот, рироксабан идет раз в сутки. Но это неверно. И наличие специфического антагониста позволяет уменьшить последствия недостаточного использования системы здравоохранения в условиях пандемии. Но это речь идет о том, что можно воспользоваться препаратами для остановки кровотечения, если таковые будут. Значит, поскольку вопрос о геморрагичности антикогулянтов, он постоянно муссируется, нам все время говорят, как же так вы назначаете препарат, они вызывают кровотечение, это же очень опасно. Значит, мы смотрели шкалу, которую обычно использовали при назначении варфарина, она никак не годится для оценки пароральных прямых антикогулянтов. И мы сделали свою шкалу, мы ее обсудили с коллегами, со специалистами по свертывающей системе, по клинической фармакологии. Ну и вот, собственно говоря, 100% не надо назначать антикогулянты при продолжающемся кровотечении, которое подтверждено эндоскопически, геморроидальные тоже не стоит, ну 50%, то есть вероятность того, что она усилится, есть. Вот, ну а дальше вы видите, вот, ну носовое кровотечение тоже не надо назначать антикогулянты. Дальше там все по мелочи. Вот, значит, по тромбоцитам, обратите внимание, значит, уровень тромбоцита равен или менее 15 на 10 девятых. 15, это крайне низкий, 10 раз ниже нормы. Вот, это может быть основанием для отказа от антикогулянтов. Во всех остальных случаях ничего страшного нет. Вот, причем эти тромбоциты должны быть несколько раз подтверждены, что они действительно низкие. Очень мы боимся НПВС. Мы всех просим отвинить аспирин и другие НПВС, потому что сочетание двух этих препаратов, антикогулянтов и антиагрегантов, это страшное дело, какие кровотечения. Вот, ну вот, такое отношение экспертов к риску развития кровотечений, оно здесь представлено. Кстати, я напомню, что сегодня с утра, вот первая лекция с утра была по поводу шкалы скор. Значит, мы над ней все время посмеемся, потому что эта шкала, она выдумана и она договорена. То есть, нет никаких научных обоснований, ни одной позиции, нет никакой математики за этой шкалой. Вот, просто люди сели, договорились и выдали на гора, и все этим пользуются. Почему пользуются, мы не знаем. Ну, для развлечения скажу, что мы в какой-то момент стали спрашивать кардиологов, ну, таких занимающихся вопросами вообще, кто и когда назвал цифры нормального артериального давления на каком основании. Знаете, какой ответ был? Никто не знает, откуда взяли нормальное давление. Ну, так договорились. Сели, посидели, попили чаю и договорились, что такие цифры давления, это нормальные. И дальше к ним стали прикручивать всякие риски. Вот, поэтому шкала, это достаточно несложная, простая. Мы ей постоянно пользуемся. Значит, еще раз повторюсь, все пуаки мы назначаем два раза в сутки. Два раза в сутки. Добегатран имеет 11 часов время полужизни. По инструкции, мы же не выдумываем. Релаксабан 5-9 часов и до 13 у пожилых. И апексабан 12 часов. То есть, все препараты этой группы должны приниматься два раза в сутки для обеспечения равномерности концентрации, соответственно, антикоагулянтного эффекта в крови. Вот. Еще вот такое любимое исследование я все время показываю. К нему есть еще дополнительные данные. И если вы возьмете наши рекомендации, там это все опубликовано. Значит, смотрите. Вот Добегатран в дозе 150-110, он имеет совершенно одинаковую эффективность и равную варфарину. Релаксабан 20 мг раз в день и 15 мг раз в день имеют существенно различную эффективность. То есть, можем говорить, что 15 мг раз в день, ну, почти не работает. По апексабану просто точно не работает. 2,5 мг два раза в день не работает. И есть статьи, где прямо написано, что 2,5 мг апексабана два раза в день использовалось в качестве плацебо. Вот такие различия вот явные. И я вам только что показывал статью, где тоже видно было, что есть существенная разница между применением апексабана 5 мг и 2,5 мг. Добегатрана. Значит, что делать при кровотечении? Еще раз повторюсь, у нас, ну, вот нет у нас кровотечения. Поэтому вот этот вот слайд в какой-то смысле, в каком-то смысле является теоретическим. Значит, для Добегатрана у нас есть специфический антагонист. Он есть в крупных городах, поэтому если что-то серьезное происходит, то можно его ввести, найти, это не проблема. А если препараты это ингибиторы 10-го фактора, Добегатрана 2-й фактор, то здесь не активированы или активированы факторы протромбинового комплекса, фактор 7А тоже можно вводить. Ну и, строго говоря, при всех этих ситуациях можно вводить большое количество свежезамороженной плазмы. Тоже, в общем, помогает, поскольку ситуация мог быть разной. Вот. Значит, в отношении инфаркта миокарда, стенокардии и всего прочего. Значит, у нас была блестящая лекция академика Коктурского два владельца на прошлой неделе. У меня просто, честно говоря, отвисла челюсть. Странно, что он до сих пор вообще молчал, отмалчивался. Хотя он соучастник наших рекомендаций, но тем не менее. И вот, что он показал. Смотрите, какие цифры. Значит, это первая, вторая и третья волна, да? Ну, где-то вот третья волна по 31.08.21. На самом деле, она плавно перешла в четвертую, поэтому... Ну, неважно. Короче, вот по каким-то датам разбито на три периода. Вот смотрите, у нас инсульт во втором периоде поднялся. В первом периоде его почти не было почему-то куда-то. Видимо, не диагностировали. В втором поднялся, потом снизился. Тромбоэмболия лёгочной артерии резко пошла вниз. Резко пошла вниз. То есть, вот где-то на второй уже итерации ковида стали применять антикоагулянты. Вы помните, что вначале антикоагулянты категорически не хотели применять. И все наши реаниматологи, выдающиеся, они говорили, что нет никакого вообще... Нет показаний для антикоагулянтов. Они не входили в рекомендации Минздрава, и только с лета 2020 года они там появились. И вот, пожалуйста, с лета 2020 года у нас резко ушла тромбоэмболическая активность. Зато вырос инфаркт миокарда. И вот тут вопрос, а почему вырос инфаркт миокарда? Причём, обращаю внимание, что он вырос ещё в прошлом году. Да? Ну, то есть, это не то, что он сейчас появился. Значит, почему такой прирост мог произойти? Моё мнение... Да, кстати говоря, смотрите, гангрены конечностей, сепсис и гангрены кишки, тоже тромбоэмболические вещи, они тоже подросли. И мне кажется, что это не случайно. Мне кажется, что вот инфаркт миокарда, это тоже слайды с лекции Коктурска, украденные. Смотрите, такое геморрагическое пропитывание миокарда. Но это же не обычный инфаркт миокарда, это же не ишемический инфаркт. Получается, геморрагический инфаркт. Тромбоз левой коронарной артерии без признаков её атеросклероза. Смотрите, вот торчит тромб, да, артерия совершенно интактна, она чистенькая, хорошенькая. То есть, это чисто ишемический тромбоз. Ну, вот это данные профессора Коган с авторами, тоже из лекции Коктурского. Это коронарная артерия, которая вся воспалена, видите? Она вся прямо толстая такая, вот. И это тромбоваскулит. Это не атеросклеротическая, так сказать, ситуация. Это принципиальный вопрос. И если это тромбоваскулит, то значит, мы должны долго-долго-долго применять антикоагулянты. Нельзя их применить в клинике и выписать домой больного без антикоагулянтного прикрытия. Это совершенно недопустимо. Вот. И мы всем советуем, ну, как минимум, две недели после исчезновения симптомов. Возможно, что этого делать нужно и побольше. Вот. Поэтому мы применяем, вот я уже сказал, две недели плюс к полному отсутствию симптомов. Вот. На самом деле, это получается, что от месяца до двух после начала ковида нужно применять прямые антикоагулянты или же не удивляться за появлением инфарктов миокарда. Тут совершенно однозначно. Потому что это, еще раз повторюсь, тромбоваскулиты с поражением, в том числе, коронарных артерий, которые требуют пролонгированного применения антикоагулянтов. Значит, вторая линия обороны – это те больные, у которых заболевание протекает тяжело. Еще раз напомню, это фактически больные с лихорадкой свыше 38,5 градусов, которые не уходят на за 2-3 дня приема антикоагулянтов в нормальной дозе. Значит, у нас на сегодняшний день 26% таких больных на круг. Вот, и мы даем стероидные гормоны. Значит, у нас свои подходы к этой терапии, они абсолютно созвучны, применяемы в гематологии, в пульмонологии. Значит, мы даем преднизолон или метилпреднизолон, соответственно, 5 миллиграмм или 6 миллиграмм в таблетке, в зависимости от препарата. Вот, и мы даем утром одновременно, одномоментно, всю дозу. 6 таблеток преднизолона – это 30 миллиграмм преднизолона, или 24 метилпреднизолона. Если на третьи сутки такой терапии температура не снижается, мы просто увеличим до 12 таблеток в сутки. И фактически 3-4-5 дней у большинства больных этого хватает. И мы обращаем внимание на существенное снижение температуры, потому что это основной показатель, который мы видим. Повреждение гипоталямуса, повреждение центральной нервной системы, нарушение регуляции, которая видна. Вот, и после того, как мы там где-то неделю максимум проводим такую терапию, мы сразу отменяем. То есть, вот сегодня человек принял, завтра он просто не применяет. Никаких вот этих хвостов, долгой отмены, там по полтаблетки 3 раза в день, все это никому не нужно. Короткая терапия раз в сутки, она никак не влияет на надпочники, не вызывает никогда никаких синдромов отмены. Никогда. Это проверено десятками лет применения подобных схем. Вот, но, к сожалению, врачи этого не знают. Значит, эффективность терапии, естественно, возникает вопрос, как оценить эффективность, в чем вы оцениваете эффективность. Ну вот, мы здесь попытались опять это сделать. Каждый раз мы пересчитываем на новых больных, поэтому там цифры могут меняться. Значит, обращаю ваше внимание, что мы ведем стабильный пациент в 2 недели. Кто-то у нас задерживается подольше, но таких мало. Поэтому мы оцениваем эффективность на 14-й день. Если считать, что мы начали на 6-й день антикоагулянты, то это примерно 20 дней от начала заболевания. То есть, ну, фактически 3 недели болезни. Вот, значит, полное выздоровление 73,7% больных. Ну, мне кажется, очень хорошее. От улучшения 23,7%. То есть, в сумме этого получается, ну, 90, сколько там, 97%. Значит, проявление болезни не регрессирует у 2-6%. Такие больные, к сожалению, тоже встречаются. Но это на 14-й день. Это не значит, что они и дальше так живут. Да, мы просто дальше с ними имеем дело. Значит, ухудшения. Мы расцениваем ухудшения, как нарастание дыхательной недостаточности. При этом 3,5% больных госпитализированы. И кто-то 5,2% применяли вспомогательную кислородотерапию амбулаторно. Ну, и таких не очень много, но они есть. И больные бывают с кислородом 80. У нас сатурация 80. Дома. Мы им каждый раз формально пишем, что вам нужна госпитализация. Они также формально говорят, что мы не хотим. Вот. Значит, смерть в той группе, которую мы проанализировали, составила 0. Но всего мы каждый раз считаем, ну, может быть, 0,2% у нас наберется смертей среди всей нашей группы более чем 3,5 тысячи пациентов. Значит, есть госпитализация не по клиническим показаниям. Это таких довольно много. Больных, которых кладут. То есть, они идут, мы им говорим, не надо делать КТ, они идут, делают КТ. Даже все же говорят, что надо делать КТ. На КТ у них увидели 25% в одном легком, 25% в другом легком. Говорят, ну, у вас же 50% поражения. Надо ложиться в больницу. А они ложатся. Ну, вы помните, что каждая госпитализация, это минимум 220 тысяч, получает за это больной. Не больной, простите, клиника. И это очень выгодно. Есть больные, которые одиноко проживают, с которыми родственники общаются, например, из другого региона. И, наконец, есть больные в панических состояниях, которые очень возбуждены, очень боятся. Их можно понять. Вот. Ну, такие тоже госпитализации у нас есть. Значит, обращаю внимание, что в этой группе 19% было тяжелых. Только на антикоагулянтах было 78. И 22% – это антикоагулянты с преднизолоном. Ну, такие вот цифры у нас получились по эффективности. Теперь я хочу перейти к еще одной теме, которая сегодня злободневна. Это тема вакцинации и нашей, так сказать, деятельности в этом направлении антивакцинального характера. Значит, вот сегодня «Репаблик» публиковала статью о том, что из более чем 300 ученых, комментировавших в СМИ и соцсетях вопросы, связанные с COVID-19, А это именно… Хотя, не знаю, как они комментировали, ладно, не буду. Около 15% получали угрозу смерти, 22% – угроза физического и сексуального насилия, более 60% неоднократно сталкивались с оскорблением в соцсетях, и 6% подвергались нападению. То есть те, кто позволяет себе высказываться по поводу COVID-19, должны понимать, что они могут иметь неприятности. Мне, кстати говоря, постоянно со всех сторон говорят о том, что будь осторожен, оглядывайся. Ну, я уж про соцсети молчу, тут поток льется, помойки просто постоянно. Ну, вот конкретный пример. Марина Ахмедова в журнале «Эксперт» опубликовала статью «Вакцинальный синдром, почему человечество испугалось прививки». И там были мои данные по Аргентине. Значит, через несколько дней, 27-го она опубликована, а 7-го – 10-го, то есть через 10 дней, там более-менее, внезапно в пяти СМИ, электронных СМИ, выходит опровержение статьи с интервалом. Мы специально проверяли, здесь мы вам дали прямо ссылочки, поэтому, если кто хочет, может увеличить и посмотреть. Интервал между выходом всех статей – 5 минут. То есть в течение пяти минут в пяти разных СМИ электронных выходит одна и та же статья с одним и тем же заголовком о том, что неправильно названа цифра, недостоверная названа цифра. Ну, довольно любопытна такая пропагандистская деятельность. Ну, правда, почему-то через 7-10 дней, почему они сразу это не сделали, ну, неважно, значит, собирались. Значит, мы основывались на чем? Есть отчет Национальной комиссии по безопасности вакцин, она была сделана в мае 2021 года, на тот момент самая часто используемая в Аргентине вакцина была «Спутник», и они дали такую цифру, что 25 тысяч осложнений при применении «Спутника», то есть 744 осложнений на 100 тысяч доз вакцин. Ну, цифра понятная. Значит, где-то в августе выходит другая цифра уже, что введено примерно 10 миллионов до «Спутника», экстраполируем 744 на 100 тысяч, на 10 миллионов, получаем, ну, 74, там, с половиной случаев побочных явлений. Они там довольно подробно описаны, эти побочные явления. Особенностью Аргентины в том, что регистрация осложнений осуществляется врачами клиника. То есть, если в Соединенных Штатах, например, там свободные сообщения в интернете, которые потом проверяются CDC, то в Аргентине работает система контроля санитарного, и она четко, значит, нужно обратиться к врачу, и только врач регистрирует это, врач в клинике регистрирует осложнение. Вот, значит, при этом в другом документе за три месяца число осложнений волшебно снизилось в два раза. То есть, если там было 744, то здесь 300 с чем-то. Значит, при этом мы хотим отметить, что, в принципе, это хорошая система в Аргентине, ничего тут к ней не придерешься, так, по большому счету, но ведут разные организации и по-разному освещают события. В нашей стране, конечно, система регистрации осложнений смешанная, и врачи, и пациенты могут, кто-то на госуслуги должен заходить, кто-то еще каким-то образом. Ну, к сожалению, в нашем государстве никто не хочет проверок, поэтому врачи категорически отказываются регистрировать побочные эффекты от вакцинации. Те, кто хоть немножко с этим связан, знают, что больных много умирает, и тяжелые бывают больные, но официально зарегистрировать это невозможно. Вот. Таким образом, подводя итог летне-осеннему сезону нашего забега, я хочу сказать, что количество тяжелых у нас сильно выросло в процентном отношении, но еще раз повторюсь, это может быть связано с тем, что нас просто стали больше знать. Значит, терапия антикоагулянтами и в четверть случаев фтероидными гормонами у тяжелых больных при остром COVID-19 остается высокоэффективной на амбулаторном этапе при раннем ее начале. И мы считаем, что большая часть больных вполне может вестись на этой терапии амбулаторно, не требуя никакой госпитализации. Ситуация с вакцинацией остается неясной, агрессивной. Что по-прежнему не вызывает ни доверия и у населения, и у профессионалов. Вот сегодня мне сообщили, что в Биробиджане уволились все 15 сотрудников скорой помощи из-за того, что они категорически отказались от вакцинации. Сказали, тогда идите. Они все написали заявление, и город остался без скорых помощей. Ну, я думаю, что там как-нибудь это разрешится. Но, в принципе, врачи, к сожалению, фетчера, они тоже не испытывают доверия к этой программе, которая, значит, на сегодняшний день идет. В принципе, у меня все, и я готов сейчас посмотреть вопросы и попробовать на них отвечать. Сейчас, одну секундочку. Я включусь. Плохо слышно. Нет, у меня вроде хорошо слышно. Можно ли при эписиндроме давать антикогулянты? А почему нельзя? Не знаю. Можно. Какая доля вакцинированных среди тяжелых пациентов? Мы в долях не можем определить. У нас есть тяжелые пациенты, полностью вакцинированные, более того, даже переболевшие ковидом еще перед вакцинацией, которые, в общем, оказались в тяжелом состоянии. Мы можем только описательную характеристику давать. Почему у нас сохраняется такая высокая смертность? Ну, сразу хочу сказать, что мы никакой статистики не знаем, а поскольку за каждого больного платят деньги, то не исключено, что смерть приписывается тем пациентам, которые умерли от чего-то другого. Такие истории я публикую у себя в ленте, периодически они выскакивают, и это тоже добавляет. Ну, кроме того, мне кажется, что больных не речит. У нас вот опыт такой есть постоянный. Мы говорим, что надо переливать свежезамороженную плазму. Ну, уже про плазмфресс я перестал даже говорить, потому что никто не делает, вообще, оказывается, не делает в стране. Но свежезамороженную плазму можно перелить? Можно. Но не переливает. Показаний нет. Реакции были. Вот один больной у нас умер, там, по-моему, 30-40 с чем-то лет, в Татарстане. Я разговариваю, замгла врача, через Минздрав выходит, все. Я говорю, надо переливать. Да-да-да-да, завтра консилиум. Вы знаете, на консилиуме решили, что поскольку у него были в детстве реакции на переливание крови, в детстве реакции на переливание крови, я вообще не понимаю, о чем речь, то ему не нужно переливать плазму. Ну, не нужно, не нужно, ну, хорошо, ну, помер человек, ну, подумаешь, проблема. Вот. И такая картина везде. Поэтому я думаю, что, ну, кроме того, у нас же эти ковидарии, где к людям вообще не подходят по много дней. У нас же такая тоже история. Кроме того, я не очень уверен в эффективности и безопасности препаратов, которые используются для блокировки иммунитета. Вот. Я в них плохо понимаю, я понимаю, что они там по ревматоиде хорошо работают, тоже с большим количеством осложнений, правда. Ну, вот. А здесь мы видим, что на них люди погибают. Может быть, их неправильно используют. Я так глубоко не копал. Но то, что они небезопасны, то, что они вызывают тяжелые вторичные иммунодефициты и, соответственно, развитие бактериальной инфекции, это точно. Ну, и, конечно, то, что все на антибиотиках. Практически все наши больные, которые разговаривали с врачами поликлиник, они советовали применять антибиотики. Антибиотики, значит, у вас будет отобрана флора, соответственно. Какая сатурация на атмосферном воздухе была у ваших пациентов дома? Ну, 80 точно было. Даже, мне кажется, и меньше было. Даже, по-моему, 70 было у кого-то. Но это не здорово. Я не говорю, что это хорошо. Как долго может сохраняться высокий уровень ферритина пациент с ковидом при нормализации других исправительных маркеров? Является это показанием для продолжения назначения ревоксабана? Я бы продолжил. Хотя показанием это точно не является, потому что мы вообще это все делаем вне показаний оффлейбов. Но если есть маркер, во-первых, РФМК надо посмотреть. Это более чувствительная вещь. Во-вторых, растворимый комплекс фибринономеров. Во-вторых, мне кажется, лучше продолжить ревоксабан. Хуже не будет. Насколько специфично субфибрилитет плюс изолированное повышение демера, ЦРБ и эфиритина при ковиде, при отсутствии в них клинических проявлений? Ну, субфибрилитет – это уже клиническое проявление, это нарушение регуляции температуры в гепталямусе. Значит, это четкое клиническое проявление постковида. Поэтому, вот Андрей пишет, ведем с СПО 80. Ну, я говорю, было и меньше, чем 80. Вот, поэтому тут однозначно есть постковидный синдром, если такая ситуация есть. Но мы смотрим РФМК еще дополнительно, я напоминаю всем, это более чувствительно, чем острофазовые белки. Если у РФМК 20 дедимер норма, в течение месяца самочувствие хорошее, продолжать прием к СРБ? Ну, на мой взгляд, я бы продолжал. Я не могу так сказать однозначно. Можно в бюрок нам записаться, если хотите посмотреть другие параметры воспаления. Мы же не все смотрим. Мы не смотрим фактор Вилебранда, мы не смотрим там интерлекины. Мы очень мало что смотрим, потому что за счет пациента я не готов устраивать научно-исследовательский институт. Но, в общем, показания, мне кажется, что есть. Почему в Индии резко снизила заболеваемость ковид при невысокой вакцинации или переболела 90% людей? Это я не знаю, я не могу сказать. Мне вообще не все понятно с ковидом. Мне кажется, если при него перестают говорить, то и заболеваемость падает очень быстро и очень редко. Но резко, поэтому не знаю. Если вес меньше 50, средний тяжелый течение, доза ликвиса 5 мг 2 раза. Да. Вес 140 кг. Ну, можно при 140 кг, можно давать 3 раза. То есть увеличивать дозу ликвиса. А при 50 снижать не надо. Насколько обоснованно применение муколитиков на период домашнего удалечения после стационара? Мы их не используем, ни у кого. Всем не советуем. Максимум ингаляции каким-то там с физраствором или дышать над кастрюлей домашними средствами. Нет, муколитики тут совершенно ни при чем, потому что там нет мокрота. И что вы там будете муколитиками добывать? Так. У пациента 80 лет, с одной почкой, ковидом, средний тяж на 5 мг ликвиса ГКС. 5 мг 1 раз в день не работает у ликвиса, есть и 2 раза в день не работает. Температура нормализовалась, но креотнин стал в 144, до болезни был в 122. Так что, значит, он уменьшился, креотнин, и, конечно, хорошо. Вместе с возрастом 80 лет, по инструкции, это основание для снижения дозы ликвиса вдвое. РФМК у него еще в 7 раз выше нормы, можно ли оставить на 5 мг на какое-то время? Еще раз, 5 мг раз в день или 2 раза в день. Это разные вещи. Значит, ну, мы даем, я бы не снижал дозу. Профилактическая доза апексабана 5 мг 2 раза в день или 2,5 мг. 2,5 мг – это не профилактическая доза. Если вы откроете инструкцию, это доза, с которой начинают лечение, профилактическая доза, профилактика тромбоэмболия и легочная артерия у больных после операции, в послеоперационном периоде, когда очень высокий риск лечения. Во всех остальных случаях 5 мг работает. Если у пациента диарея или рвота, какая тактика с антикоагулянтом? Переход на пронатеральный клексан? Нет, мы никому не советуем клексан. Амбулаторно это довольно сложно делать. Вы тромбоциты не будете иметь возможности контролировать. Вы снижаете антитромбин-3. И вообще это препарат совершенно разного ряда. Прямые антикоагулянты оральные воздействуют либо на 10, либо на 2 фактор. У них четкая совершенно мишень. А клексан воздействует на весь каскад гемостаза. И что там при этом получается, мы не знаем. Поэтому я бы даже стационаре сейчас рекомендовал бы применять оральные антикоагулянты. Можно ли назначать антикоагулянты с первых дней заболевания, которые подвержены лабораторно на второй день болезни при легком течении ковида? Понимаете, в чем дело? Вот этот вопрос я хотел так все время проговариваю внутренне. Вот сегодня ковид легкий. И человек неплохо себя чувствует. И в общем, зачем я буду что-то принимать? А потом за 1-2 дня у него начинаются неприятности. И никто же не знает, как это прогрессирует. Как у конкретного человека это прогрессирует. Это та же история, что тромбоэмболит легочной артерии. Ну, сделали операцию, я же ничего не чувствую. Все нормально, я пошел домой. Пошел домой, бах, стремнул, человек помер. Говорит, а что же мы не стали делать? Это же просто было сделать. Вот у меня здесь такое же отношение. Это все-таки профилактика тромбоэмболических осложнений. Тромбовоскулита, тромбозы каких-нибудь сосудов, инфаркты и так далее. Мне кажется, лучше подавать. Препараты в общем безопасны. Они не вызывают никаких осложнений. Почему нужно их не давать? Ну, не хочется потом кусать руки и локти. Если на 12 таблеток преднизолом температура держится больше 7 дней, какая дальнейшая тактика? Ну, вы знаете, у нас только вот один больной сейчас идет такой, у которого больше 7 дней. Пока до сих пор у нас таких больных не было. Не знаю, какая тактика. Может быть, увеличить еще в 2 раза преднизолом. Вообще-то говоря, больным гематологическим дается 100 мг преднизолом в сутки. Никаких проблем нет. Поэтому я думаю, что если после 2 дней 60 мг преднизоломной нормализации, после резкой отмены, снова 38 мг. Конечно, надо снова возвращаться. 2 дня мало, но 3-5. Мы все-таки 5 скорее даем, чем 3. Я с докторами своими борюсь, потому что они тоже начинают на третий день отменить. Я говорю, ребята, ну не торопитесь. Ну, нет же от преднизолом никаких осложнений. Ну, нет, он не такой страшный препарат. Это вы когда даете постоянно, да, вы там все нарушаете. И сахар поднимается, и там язва, и еще что-то такое. А при краткосрочном приеме ничего же не будет. Не надо торопиться с его отменой. Не надо долго, но не надо коротко. 2 дня это, мне кажется, очень мало. На какие сутки от начала заболевания назначаются гормоны? Ну, если по нашей статистике мы не смотрели. Специально получается, что если мы на шестой день от начала заболевания даем, значит, антикогулянта плюс 2-3 дня, то это где-то 8-9 день от начала первых симптомов заболевания. Но это надо посчитать аккуратно еще раз. Ну, я ответил с гормонами. Ну, все нужно решать по месту. В принципе, гормоны можно вводить и парентерально. Но только я напомню, что при внутримышечном введении вы должны увеличить дозу в 2 раза, а при внутримышечном в 3 раза по отношению к таблетке. Вот. Так. Все-таки поподробнее из данных ширайней назначения гормонов – это вред. Ну, хотелось бы посмотреть на эти данные. Что значит вред, в каком виде вред. Мы же не всем подряд назначаем гормоны. У нас есть определенные показания. Показания, еще раз повторю, это высокая температура, которая не уходит на антикогулянтах. Ну, если вы посмотрите на этих больных, то вы увидите, что они серые. Они не могут двигаться. Они очень тяжелые. То есть у них идет тотальное повреждение микроциркуляции как минимум. И в этой ситуации разрушение вот этого иммунного, гипериммунного ответа, оно является единственным принятым во всем мире. Я не понимаю, все же дают. Все дают гормоны. Это сейчас норма. Кстати, я напомню, что до весны прошлого года, 20-го, гормоны тоже категорически никому не давали. И пока в Англии не появились данные о дексаметазоне, не давали. Хотя Зайцев Андрей Алексеевич, это тоже соучастник наших рекомендаций, главный пульмонолог армии, он уже несколько раз писал к этому времени, говорил о том, что нужно давать пульс терапии, нужно давать тяжелым больным. Ну, тяжелым у него там перед ИВЛ. Мы-то это стали давать, спустили, так сказать, планку. Вот. Но это сейчас, это общепринятая технология. Технология. Если больной 3 дня с болью, температура 38 снижается сама до 30. Снижается, это постоянная температура 37 или постоянная 38? Если она качелями идет, то мы считаем, что это все-таки 38. И еще раз повторяю, он принимает антикоагулянты, если он принимает антикоагулянты, у него 3 дня температура за 38, то нужно назначать гормоны. Ну, я уже, наверное, сказал, с каких суток начинаем, сколько длительности, если остается низкая сатурация, с катурация это не имеет отношения. Какие показания к антибиотикам? Значит, антибиотики мы назначаем очень редко, буквально там единичные случаи. Либо мы видим, что температура не снижается в анализе крови, сдвиг влево, проклецетанин появляется, появляется гнойная мокрота, озноба, потливость, чего обычно не бывает при ковиде. Ну, в этих случаях мы решаем вопрос об антибиотикотерапии. Но таких, еще раз повторюсь, очень мало пациентов. Какие показания госпитализации? Были пациенты, которым мы сразу предлагали вызвать скорую. Ну, я напомню, что у нас есть пациенты, которые лежат в госпитале. Не только вызвать скорую. Конечно, были пациенты, которым мы сразу говорили, что не надо заниматься домашним лечением, а езжайте в больницу. Но есть люди, которые отказываются от этого. Поэтому, если мы видим, что сатурация низкая, зачем мы будем их, так сказать, неволить? Но когда сатурация, скажем, выше 90, мы говорим, что, ребята, не надо госпитализироваться. Переживите как-нибудь дома. Есть пронпозиции, есть оксигенаторы всякие. Как решается вопрос оксигенотерапии? Сатурация, респираторная поддержка, на комуру он держит сатурацию, если на атмосферном воздухе она 86-87. Ну, слушайте, невозможно ответить на эти вопросы. Мы укладываем в пронпозицию. Не все лежат. Некоторым мешает, не знаю, кардиостимулятор. Мы вам объясняем, как выложить подушками, чтобы не тереться кардиостимулятором, а матрас. Респираторную поддержку, ну, если ниже 90, то мы рекомендуем все-таки респираторную поддержку. Обычно люди покупают, либо берут в аренду. Сейчас, говорят, с этим стало сложнее, но, в принципе, это доступно. Есть баллоны кислородные, небольшие, где кислород под давлением, тоже можно их покупать. На каком уровне держим сатурацию, не могу вам ответить на вопрос. Но мы считаем, что 12 часов в день человек должен иметь сатурацию свыше 90. А там дальше все эмпирически. Нету таких. Мы же не работаем с больными, как в стационаре это делается. Мы с ними только в переписке. Поэтому, так, пациенты сами не идут к врачам, регистрируя побочку, или не связывая, как бы, оправдывая прививку, или просто фокусируясь на решении возникших проблем, а не доказывать своей связи с ПВО с прививкой. Ну, может быть, и это тоже может быть. Но кто-то фиксирует, кто-то не фиксирует. Так. Как быстро РФНК должен приходить в нормах на 5 мг ликвиса? Слушайте, мы не лечим РФНК. Мы лечим состояние. Мы лечим все-таки болезнь у пациента. РФНК – это один из критериев ситуации. Значит, мы видим, что при постковидном синдроме он в 3 раза чаще повышается, чем при... чем дедимер, там, эфиритин. Ну, мы не лечим вот по анализам. Мы вообще не советуем повторно сдавать анализы. Потому что если человек, в общем, здоров, если он чувствует себя неплохо, то этого достаточно. Неотработанная тактика. Так. Начало лечения дикоагулянтами на амбулаторном этапе от чего зависит? Да ни от чего не зависит. Если вы поставили диагноз ковида, еще раз напомню, у нас есть опросник. Он открытый. Любой может пройти через систему медикейс и получить заключение о вероятности наличия у него ковида. Практически, значит, эффективность нашего опроса, она близка к 90%. Да, 10% мы, может быть, пропустим. Но это все равно выше, чем всякие ПЦР и прочее. Значит, примерно 30% больных, которые проходят через наш опросник, у них нет ковида, у них другие заболевания. Может ли при этом быть что-то другое? Ну, вот сейчас у нас тут больная одна скандалит, что у нее там у дочки, по-моему, обнаружили Пштейн-Бара. Ну, Пштейн-Бара можно обнаружить у половины живущих на Земле. Это ни о чем не говорит. Ну, а кроме того, антикоагулянтная терапия, она вообще не вирусу специфична. Она может применяться при любом тяжелом состоянии, вызванном любом вирусом. По-моему, Пштейн-Бара тяжелого... Что-то я не помню, чтобы он сильно что-то вызывал. То есть, ну, нет такого. Так, перенесли легко ковид, не принимали ПАК, постковидный синдром длилится до повторного заболевания, депрессии, миологии. Ну, и так бывает. Мы предлагаем постковидный синдром тоже ПАКами лечить. Нужно ли увеличить дозировку ПАК до лечебной? Это не лечебная, у нас профилактическая дозировка. Но только если он принимает рироксабан 20 мг один раз в день, то нужно по 10 мг два раза в день. А 10 мг один раз в день – это вообще не работающая дозировка. Вот и все. Часто речь идет не об изменении дозировки, а об изменении приема. С продакцией там вообще все просто совпадает полностью с Эликвисом, тоже в основном совпадает. Поэтому речь, как правило, начинается с затычки сервероксабаном, если мы говорим о том, что человек принимает длительно при нарушении ритма сердца. Так, повторные ковиды интересуют, пошли пациенты, переболевшие в прошлом году легко, теперь повторные состояния более тяжелые, процент поражения легких выше, состояние тяжелее, частые состояния или тенденции? Ну, мы их тоже видим. Я не могу сказать, что это частые, но мы их видим. Я еще повторю, есть больная у нас, которая переболела в прошлом году ковидом, у нас, кстати говоря, лечилась, потом привелась, и через месяц или полтора заболела снова ковидом, причем очень тяжело, уже госпитализировано. Ну, там сложно, мы не знаем конца, вроде бы там все ничего, но точно не знаем, потому что она очень негативно всю эту ситуацию восприняла. Постковидный, у привитых нет, мы не знаем никаких специальных схем, мы используем те же схемы, что и при обычном ковиде-постковиде. Антикоагулянты иногда, плазма ФРС и гормоны при постковидном синдроме. Но при вот поствакцинальном мы что-то пока ни разу, дальше антикоагулянтов не заходили. Значит, преднизолон в день нормализации нет, но все-таки два дня еще бы преднизолон я бы давал, после того, как температура нормализовалась. Не надо очень торопиться, потому что мы же имеем дело с очень сложной системой, мы так ее задавили чуть-чуть преднизолону, вы его отпустите, а все опять вернется на круги своя. Какие дозы парантериальных форм ГКС, я уже сказал, значит, берете параральные дозы при внутримышленном введении в два раза, при внутривенном в три раза увеличится. Дексаметазон пересчитывается тоже по таблеткам, потому что все таблетки глюкортикостероидов имеют привязку к 5 мг преднизолону. То есть они эквивалентны, у них навески разные, а по эффективности они все одинаковые, 5 мг преднизолона, надо просто рассчитывать дозы. Что делать с вакцинацией заставляет в обязательном порядке? Ну, мы с этим боремся, а что я могу сделать? Я же не управляю государством. За последнее время лечить пневмонии бактериальные после ковида? Ну, не знаю, я не знаю, может быть, я не вижу, но у меня таких данных нет. Хотелось бы очень все четко, так сказать, понимать, откуда ноги растут, потому что с чего вдруг пневмония обычно никакого отношения к вирусной инфекции не имеет. Так, поступают в больницу вполне сохранно, за 5 дней на ДЕКСИ и ТОЦИЛУЗУМАБИА погибают от СЭПСИЛ и РДС. Ну да, я про это уже сказал, что это двойной удар по иммунитету. Профилактической дозой ликвиса 5 мг 2 раза в сутки. Когда нужно принимать гликокортикоиды при лечении амбулатор? Ну, я уже отвечал, 38,5 несколько дней на фоне антикоагулянта. Как вы правы дифференциальные диагностики ковид или бак инфекции? Ну, сложный вопрос. Героинфекция дает потливость, ознобы, гнойноотделяемое. Это другая инфекция, она хорошо видна. Есть анализ крови, где вы можете увидеть ликоцитоз, двиг влево. Довольно несложно. Про кальцитонин мы делаем, его сейчас много делают. Он тоже нам иногда помогает. Есть ли опыт применения тройкора? Нет, нет у нас такого опыта. В течение болезни 2 недели, минимум после того, как вы выздоровели от ковида. Диарея, стул до 10 раз. А почему у вас такой стул? Это что за глупость такая? Почему вы не лечите пилопирамидом? Он же останавливается. У нас нет таких больных, у которых 10 раз стул в день. Мы всех за 2 максимум вылечиваем. Я ответил насчет стула, я просто не понимаю. Доза и ликвиз 10 мг в 2 раза. Это лечебная доза, и мы ее не используем. Но есть только очень высокий вес. Вот больше, чем на треть, я бы не увеличивал. Поэтому лучше 3 раза в день принимать, чем 10 мг в 2 раза. Ну, слушайте, попытка не питка, как говорил один наш знакомый. Что насчет фраксипарина? Да, на мой взгляд, оральные предпочтительнее. Потому что все низкомолекулярные гепарины обладают определенным набором осложнений. Как минимум, тромбоцит пени могут вызвать. И раньше мы на них молились. Когда они появились, это был препарат просто супер-пупер. Фраксипарина среди первых был. Но сейчас, конечно, Пуаки это все перебивает ситуацию. Работаю кардиологом в госполиклинике Севастополя. Ксарелта входит в региональную льготу для фибрилляции. Назначение огромное. Побочки минимальные. Не надо их бояться. Ну, это не только у вас входит в Севастополь. Это вообще во всей стране входит. Ксарелта или там Ликвис, они применяются. Продакс, они везде применяются для фибрилляции предсердий. Они закуплены в огромных дозах. И, кстати говоря, их мало кто расходует. Они лежат на складах, и вообще не ясно, что с ними делать. Есть ли эффекты противовирусных иммуномодуляторов? Всем сразу говорим. Фуфу, медицины надо отменять. Все. Есть пациенты, выписали из Ковидаря, на следующий день температура 38. Давай, преднизолан. Но он получает антикоагулянт. Все-таки еще раз. 38,5 на фоне антикоагулянта. Тогда мы обсуждаем преднизолон. Просто 38. Мы преднизолоном не пользуемся, мы лечим анальгидом. Прекрасный препарат снижает температуру большинства. Как вы смотрите на своих больных, вы общаетесь только по мейлу. Никак не смотрим, а что мы должны на них смотреть. Надо ли назначать ингибитор протонной пропомпы для подстраховки? Не надо. Почему вы кашляете? Вы кашляете, а что нельзя? Добрый вечер. Можно ли совмещать антикоагулянты? Ибупрофен. Нельзя. Мы отменяем. Все НПВС предлагаем отменять. Есть больные, у которых это не удается сделать. Но мы идем на риск кровотечений. Поэтому почему повышается ферритин? Почему повышается РБ? Почему? Ну, еще с додимером я могу рассказать. Я не знаю. Ну, слушайте. Ну, более сложных вопросов, почему повышается то или иное, я не знаю. Конкретно 5 мг преднизолона – это сколько дексаметазона в вакуле. Конкретно берете дексаметазон в таблетках. Одна таблетка дексаметазона – это 5 мг преднизолона. И пересчитываете. Нейропатические осложнения после ковида. Постковидный синдром – это типичная вещь. Лечится антикоагулянтами. Можно у нас попробовать. Как долго дать апексабан при постковиде? Ну, не меньше месяца. Опасно ли привитые спутникам выделять окружающие воздух и среды, продуцированные спорты? Не, ну, я, честно говоря, не знаю, чего они куда выделяют. Может быть, еще в туалете они что-то выделяют, но воздух – не знаю. Нет. Я думаю, что это какая-то из серии рассказок про то, что самолетов там что-то распыляют. Я не знаю. Такие вещи. Ну, как минимум, нужны исследования для того, чтобы подобные утверждения даже обсуждать начинать, а не то, что там опасно ли. Ну, наверное, все-таки не опасно. Они опасны тем, что они могут быть разносчиками болезни, что они могут быть инфицированы и переносить, будучи уверены в том, что они защищены, переносить это заболевание. Хорошо. Спасибо. Спасибо за прекрасную лекцию. Так, нет, смотрите, не отпускают. При сохраняющей шлихорадке на фоне пароральных антикоагулянтов можно ли разно по случаю принимать НПВС или литическую смесь? Еще раз. Мы всем даем анальгин. Он не влияет на агрегацию тромбоцитов. С точки зрения усиления каких-то кровоточивостей, он абсолютно индифферентен. Поэтому лучше идти на анальгин. Ну, это наша такая позиция, мы ее продвигаем. Хорошо, давайте на этом мы закончим, потому что я так понимаю, что вопросов можно еще много. Парацетамол – гептотоксический яд. Мы его всем рекомендуем отменить. Кстати говоря, как Турский показывал печень развалившуюся, я им сразу задал вопрос, не было ли там парацетамола, потому что у нас сейчас одна пациентка обращалась, которая ребенку 3-4 таблетки парацетамола за день дала. Я не знаю, как там печень после этого. Печень обычно отваливается после этого. Поэтому мы очень к нему негативно относимся, лучше анальгином. Все, спасибо, до свидания. Спасибо.